добрый день еще одна история от рава довида крюгера он как всегда для нашего блога подбирает интересные истории спасибо ему итак история такого один аврех встретил другого на похоронах урава мой шаппер и тот второй встречный у него было ощущение потерянности горя лично не было очень сильная связь и мыши кроме этого он поделился с таким вот ощущением кроме личной потери о том что он потерял любимого учителя он вдруг увидел какое количество огромное количество людей пришли на похоронах рыбмойша но не просто людей рыбмойшу ценили люди которые сами были величинами в торе что я услышал на похоронах обсуждались какими-то людьми которые стояли и ждали начала травмных речей обсуждались какие-то темы которые я никогда не видел их никогда не изучал никогда в них не разбирался я услышал до какой степени глубоко четко ясно с какими-то очень в глубоких аспектах обсуждаются темы которых я не догадываю вдруг меня я почувствовал такое великое отчаяние кто я такой учителя меня нет знать тору я не знаю кто я такой где я вообще нахожусь как бы да с точки зрения своего служения своего знания то человек как бы почувствовал вот этого десятого ты в это потерю торы то что тора ограничено чем это ощущение очень сильно ударило и вот этот тот кто его встретил решил его утешить объявить объяснить ему как бы почему собственно я друг дорогой ты не прав я рассказал на такую историю история мне очень понравилось я вот поэтому рассказываю здесь и и сейчас на блоге история такая однажды в штатах был какой-то молодой раввин знающий там штатах принято что люди едут отдыхать в горы это называется так может это куда-то за город там где есть больше природы нет городской суеты и этот молодой раввин приехал в эти горы и наверное какое-то время гулял с семьей наслаждался свежим воздухом природы но еврей же не может без изучения торы какую-то часть времени он все равно проводил бет мидраше и каждый раз когда он приходил учиться в синагогу бет мидраж он там видел кого-то пожилого еврея нет пожилой еврей с удовольствием сидел и изучал талмуд но вот этот наш молодой раввин обнаружил что пожилой еврей достаточно тяжело ему идет изучение талмуда и что сейчас он талмуд по книге арт скролл то есть аналог вот этой книги метифта которая вышла здесь сейчас в израиле это талмуд не просто с оригинальным текстом которые находятся здесь а с подстрочным переводом и с комментариями комментарии на самом деле они здесь нужны всем не только это очень хорошо я тоже пользуюсь этими комментариями вот этот подсрочный перевод он для тех кто сам прочитать талмуд не может ему нужны связки в талмуде же мало связок между словами нужно самому просчитывать не имеет какой-то специальный навык так вот это подсрочный перевод он в принципе для тех кто умеет читать сам талмуд не нужен вот здесь есть всякие примечания замечания комментаторы этих я использую постоянно на уроке потому что очень удобно тебе сразу на листе есть информация со всеми правильными вопросами она уже здесь понятно что лучше посмотреть самому все внутри в каждой книге проверить сопоставить это но когда тебе нужно экстракт информация таскать да как это быстро и да на на гора нет ничего лучше этой книги а и оригинальный текст талмуд выглядит вот так да вот это комментатор уже вот так вот так просто таскать как бы все время гимора пророче то есть гимора раши то есть сразу сюда внутри чтобы мышки не съели оптимизрашен невозможно прочитать а то суд снаружи а гимора здесь а без раши невозможно подмирать сюда внутри чтобы знали такой симандаш вы мышки не съели раши все время внутри наши всегда внутри окей а он говорит обратно ты видишь может мы искали я искал этот конспект этого урока несколько раз заслуга этого блога он нашелся здесь конспект урок который мне был очень нужен которые мамаш пожалел что он потерялся помощь как раз я его положил не в эту книгу вот в окей так вот он обнаружил что этот его сосед называется по битмидрашу пожилой еврей читает достаточно тяжело и даже с вот этими комментариями подстрочными ему тяжело понять что это гимора имеет виду он ему помог прояснил пояснил не тот с удовольствием продолжал учиться но поскольку они уже начали общаться то молодой спросила пожилого ну кто вы что вы вы знаешь я достаточно недавно начал учить тору да это у меня в жизни не было такой возможности к сожалению я неизлечимо болен но изучение талмуда она дает мне невероятную радость я с удовольствием сижу занимаюсь это отвлекает меня от всех своих проблем я получаю от этого удовольствие от жизни чувствую там свой смысл жизни пообщались на следующий день он пришел я так несколько дня не встречались он помогал ему проходить листочки талмуда все было хорошо какой-то день он приходит молодой в синагогу увидит что с пожилой очень грустный он говорит почему ты такой грустный сегодня что случилось какие-то неутешительные моменты со здоровьем да нет со здоровьем и так мне все понятно что с моим здоровьем меня уже невозможно впечатлительным вопросом а вот что произошло сегодня приехали в синагогу какие-то два человека и обсуждали эту тему талмуда я вдруг понял что вообще ничего не понимаю что они говорят я послушал когда я с тобой занимаюсь да так ты мне все объясняешь доступно а когда я послушал что они изучают на мою же тему и я вдруг понял что я вообще не понимаю что они говорят я вдруг потом зачем всевышнему мое изучение тоже что она ему дает что у всевышнего есть от того что я вот так вот с трудом без опыта прорываясь через перевод пытаюсь понять все же есть такие танды хохоем что я ему зачем я ему нужен зачем ему нужно моё изучение тут этот молодой раввином склады знаешь дорогой я тебе поясню я тебе расскажу как-то раз был композитор реальная история был какой-то композитор еврейский композитор который был популярен не только среди евреев но и среди всех народов тоже был соблюдающий человек и как-то назначили его вечер его музыки у когда он уже был уже очень возрасте назначили его вечер что будут играть него произведения но он к сожалению уже был не в силах и не мог прилететь на эти на этот концерт именно на этот вечер к нему попросился взять у него интервью какой-то журналист который не знал что именно в этот вечер есть концерт сказал ему этот композитор горит я не могу тебя сегодня принять почему я сегодня буду слушать свой концерт по телевизору на или по не знаю поможет быть пускай пока в общем буду слушать свои концерты я не хочу мне никто мешал это если я сяду с тобой и не буду тебе мешать если ты сядешь не вызвать не вопрос не может меня отвлекать даже не послушать нет проблем может приходить даже сегодня в общем он они сели вдвоем он послушал этот композитор внимательно слушал к весь все то время пока был весь репертуар от начала до конца в конце журнал журналист который с ним сидел как какое какое творение какое совершенство какая музыка увидишь что композитор недоволен зачем почему ты недоволен почему ты недоволен там не хватало одной скрипке как не хватало одной скрипке я слышал это была замечательная музыка красивейшая невероятно просто я тебе говорю я слышу я писая бы я творец это образование я писал я композитор я писал я тебе говорю что мне хватало партии одной скрипке там все рассчитано вся мелодия рассчитана на 15 скрипок я проверил слышал я слышал 14 партии 15 скрипке я не слышал этот журналист оказался не лыком что ты что проверить так оно и было оказалось что 15 скрипка заболел и они вышли сыграть 14 14 скрипку партия 15 скрипке просто была опущена за невозможностью исполнить тому творцу этой музыки этого уже не хватало сказал этот молодой этому пожилому евреевская понимаешь всевышний он творец этого мира и он дал эту тору еврейскому народу и каждая партия скрипки иногда не совпадают эти партии а иногда они индивидуальны иногда есть какой-то нюанс который может сыграть только 15 скрипка никакая не 1 не 2 не могут сыграть этого нюанса который должен сыграть это 15 скрип это 15 скрипка для нее написано индивидуальная партитура понимаете для нее написано ее личный репертуар репертуар в этой же самой симфонии в этой в этом же самом концерте который играется еще 14 скрипка понимать где-то они различаются где-то есть какая-то разница. Я в музыке ничего не понимаю. Но идея супер. Через год приехал этот молодой в это же место, искал в этом бетмедраше этого пожилого человека. Казалось, ему сообщили, что он скончался. Но те люди, которые там жили, каждый день он приходил в бетмедраж и говорил, сейчас я приступаю к исполнению той мелодии, которую специально для меня написал Всевышний. Это дало ему заряд мотивации до последнего дня. Так вот, эта идея была сказана этим Аврехом, который встретил тому Авреху, который переживал. Кто он теперь? На похоронах Рыбмойши обсуждали мудрецы такие глубокие вещи, которые он никогда не слышал. У нас у всех есть своя партитура. У нас у всех есть та музыка, которую только мы можем сыграть. Это может быть изучение Талмуда вот с подстрочным переводом, понимаете? И ничего. Это та музыка, которую мы должны сыграть. Главное – играть ее. Главное – не отчаиваться. Да, нужно расти. Да, нужно постараться учиться без подстрочного перевода. Вырасти, написать, понять, постичь. Но Всевышнего для всех, для нас есть своя партия в Торе и в Заповедях. И без нас творцу этого произведения будет чего-то не хватать. И только он один знает, в чем наша партия. Мы только должны ее играть. Взять и по нотам, которые мы получили, то-ра, играть эту партию. Дальше уже не наше дело. Мы должны исполнить эту партию. А дальше, как она вольется в общий звук и в общую симфонию, и в общее представление музыкальное, это уже Всевышний знает. Нам главное ее играть. Вот. Вот эта мысль мне очень понравилась. Я надеюсь, что она стоила того, чтобы с вами ей поделиться. Большое спасибо.